2 сентября на улицах Бреста была особенно многолюдна, яркая и праздничная не только от пюстрых цветов в руках школьников, от белоснежных блузок и воротничков, но и от радостного настроения, которое просто звенело в воздухе. Школьники, отдохнувшие, полные сил, бодро шагали на торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Вместе с ребятами волнение перед началом учебного года в 27-й школе имени Героя Советского Союза Ивана Барсукова разделили председатель Брестка облсполкома Петр Пархомчик, его заместитель Вадим Кравчук и мэр Бреста Сергей Лободинский. Выступая перед коллективом и учащимися данного учреждения образования, руководитель первого региона пожелал каждому успешного учебного года и вручил директору учреждения образования Наталье Коцур сертификат на приобретение интерактивной панели. Погналите вручить вашему директору школы. Я думаю, он поможет как раз вам более глубоко познавать наш мир. Линейка, посвященная новому учебному году, всегда событие, всегда волнительное, неважно, в первый класс идешь или в одиннадцатый, переживают все. Педагоги, мамы и папы, бабушки и дедушки. Сегодня у меня очень волнительный момент. У меня доченька идет в первый класс, сын у меня уже в седьмом классе учится. Хочу всем деткам своим и всем здесь присутствующим деткам пожелать успехов больших в учебе на благо нашей страны, потому что учеба это тоже большой труд. И я надеюсь, что каждый у нас в нашей стране на своем месте трудится на благо нашей Родины. Наши детки все будут постигать знания тоже для прославления, для укрепления нашей страны. Мы очень волновались, готовились очень долго, практически все лето, закупали какие-то констовары, школьную форму. Но мы подходили к этому моменту очень ответственно. Я встал всем, но я даже не волновался ни капельно. Сегодня помимо педагогического коллектива, родители и дети настраиваются на плодотворную работу. Ведь впереди целых 9 месяцев новых открытий, интересных знаний, творчества и труда. Да, порой может непростого, но очень нужного. Старт новому учебному году по традиции дал первый звонок. Ну и конечно, какой праздник может быть без подарков. После торжественной линейки, важный для первоклассников день, глава Брещины Петр Пархомчик и мэр города Бреста Сергей Лободинский заглянули на первый урок первоклассникам. Они пообщались с ребятами, вручили им подарок от президента, красочную книгу «Беларусь, наша родима и сладости». Ну а после приглашенные гости оценили школьное меню в обновленном пищеблоке, капитальный ремонт которого провели в прошлом учебном году. И ознакомились с работой центра допризывной подготовки, действующего на базе школы. На уровне президента нашего страны, правительства нашей страны, уделяется очень большое внимание вопросам образования. Вы знаете, что буквально перед началом учебного года прошел большой педсовет, где обсуждались вопросы и образования, и уровни образования. Что нужно сделать, чтобы мы получали в результате обучения тех людей, которые бы принимала бы наша промышленность, наша экономика. А мы нуждаемся сегодня в большом количестве трудовых кадров, в абсолютно разных направлениях, в разных специальностях. И очень важно, чтобы школа чувствовала в данный момент, что нужно экономике, что нужно промышленности, что нужно сельскому хозяйству. И чтобы готовили всех специалистов, которые завтра бы проносили нашему государству большую пользу. Сегодня в средней школе номер 27 города Бреста имени Героя Советского Союза Барсукова обучаются тысячи пять учащихся, из которых 85 первоклассники. И для того, чтобы обучение всех детей проходило в комфортных условиях, к началу учебного года проведена большая работа по обновлению материально-технической базы школы. Было сделано кольцо, объездное кольцо. Родители подъезжают в школу, высаживают детей, могут объехать и выехать. То есть нет затора на дороге. Асфальтирование дороги по улице Дачной произошло. Изменены пешеходные дорожки, заменен забор. Также к этому новому учебному году был произведен ремонт тира, шесть учебных кабинетов. В прошлом учебном году в школе прошел капитальный ремонт столовой. И стадион, и столовую нам делал Полесье Жилустрой. Хочется сказать большое спасибо им за качественную работу. Мы надеемся, что эти объекты принесут радость всем. В Брестской области во время подготовки учреждения образования к новому учебному году значительное внимание уделили обновлению спортивной базы. Достойным подарком стал обновленный стадион с современным искусственным покрытием, который станет центром притяжения любителей здорового образа жизни микрорайона Речица. Торжественно открыть стадион и забить первый гол предоставили Петру Пархомчуку. Я вижу, что на этой базе можно готовить хороших футболистов для нашего прекрасного клуба «Брестская Динамо». Поэтому тут есть ребятам о чем подумать и увлечься в этом направлении, ну и добиться каких-то серьезных результатов. Тем более, что наша команда в этом году будет бороться все-таки за призовые места. И сегодня все складывается довольно успешно. Очень важно, что осуществляется очень такая мощная, скажем, поддержка населения города Преста. Я даже удивлен, вот на последнем футбольном матче, если вы заметили, я был. И меня удивило, что стадион посещают не просто отдельно там мужчины и дети, а приходят семьи. То есть приходит мама, папа и ведет за собой там молодых ребят. Это как праздник, это как ту энергию, которую ты получаешь, а то удовольствие, что ты видишь на футбольном поле. Это очень дорогого стоит. В Бресте и в Брестской области любят спорт. И вот в этом направлении мы будем продолжать нашу работу для того, чтобы еще раз говорю, растить здоровую нацию. Ведь вот здоровый человек – это счастливый человек, скажу по-простому. И только когда кто-то из близких заболевает, ты начинаешь понимать вот эту ответственность и сложности, с которыми ты можешь столкнуться в своей жизни. Поэтому занимайтесь спортом девчонки, занимайтесь спортом мальчишками и все будет нормально. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.